80 километров от Иваново. Родниковский район, село Межи. С лета живет здесь Елена Архипова по деревенским обычаям. Для обогрева растапливает печку, в ней же готовит еду. В прошлом педагог сейчас на пенсии. Долгие годы жила на родине мужа, в Нижегородской области. Сначала в городе, потом в деревне. Всегда тянула домой, поближе к родникам. Наконец вернулась вместе с герцогом Машей и Зариной. Они уже встречают у двери. Назад, назад. Двигайся назад. Да, к вам гости, пришли гости. Давай, назад еще, назад еще. Всю жизнь Елена мечтала о лошади. Герцога подарила себе на 50-летие. Купила в клубе. Там он капризничал, не хотел катать посетителей. Ложись. Да, молодец. Браво. Хорошо. Хорошо. Встаем. Хорошо, браво. Герцог, улыбайся. Сын, улыбайся. Еще, еще. Хорошо, браво. Герцог, скажи, я самый ласковый и нежный зверь. Давай. Давай, сделай поклон. Нет, не ножкой. Поклон сделай. Нет, дай мне ножку. Дай. Давай мне ножку. Поклон. Давай, давай. Вот он, мой мальчик. Вот он, мой хороший. Хорошо. Ты мой зайчик. Ты мой мальчик, да, мой мальчик. Он у нас артист. То есть вот он выступать может вот сколько угодно. Он покажет все, что он умеет. Он у нас сидит на диете, потому что он очень любит покушать. А раз любит покушать, он очень сильно поправляется. А это Маша. Ей больше 30 лет, по-человеческим больше 100. Ее хотели усыпить, потому что она была в очень плохом состоянии. Кожа да кости. Вот такая лошадка погибала в 100 километрах от деревни, где жила Елена. Хозяин умер. Животное было никому не нужно. Попробуй выходить, решила женщина. Уколы, спецкорм, занятия и забота. Маша встала на ноги. Окрепла. Живет у Елены 5 лет. Ты тоже выступать? Она тоже у нас умеет выступать. Она очень любит ребятишек. Маша, подними ножку. Ну что, мой ля, деться маленькая моя. Это лошадь. Я называю ее лошадь для детей. За неделю до этого Нового года Маша слегла. Ветеринары ехать отказывались. От старости таблеток нет. Но Елена не сдавалась. Уговорила врача из Шуи. Тот осмотрел, выписал уколы капельницы. Сказал, встанет, через три дня жить будет. Нет, увы. Маша встала. Не без помощи хозяйки. Соседи лебедок и ремней. Вот она висит. Лебедка. На нее подвесили. Машка лежала. Жик-жик-жик. Подняли наверх. Сколько она так провисела? Провисела дня три. Потом к себе пошла. Своими ножками. А почему нужно было ее подвесить? Почему? Лежала бы и лежала. Лошадь не может лежать. Если лошадь лежит, она умирает. Ну и Зарина. Год назад Елена увидела ее в интернет-группе по спасению лошадей. Заплакала, сразу перевела. 75 тысяч рублей. Кому, надежному ли человеку, гарантии не было. Но через две недели Елене привезли Заринку. Очень худую. У лошади артроз. Она всего боялась. Зарина, Зариночка у нас попала в сбойню. Ее хотели скушать, потому что у нее болела нога. И она была уже никому не нужная для работы. Она не подходила. Вот тут мне даже еще вот эти вот заросли. Но вот здесь были до мяса пролежни. Эти вот болячки до мяса были все содраны. Чем мы не знаем. Да, Зарюш, так дело было? Так дело было. Двое. Зарина на поддерживающей терапии. В целом на содержание лошадей, говорит Елена, как раз хватает пенсии. 14 тысяч. В остальном помогают дети. Сена минимум 8 тысяч в месяц. Спецкорм из Москвы около пяти. Маша заболела, так 10 тысяч ушло за неделю. Елена хотела бы спасти больше лошадей. Но не хватает ни финансов, ни времени. Кроме финансовой проблемы в содержании, есть еще проблема моя. То есть они требуют очень много времени. И я понимаю, что у меня очень часто его не хватает. То есть я вижу в их глазах, что они хотят, чтобы я с ними сделала или то, или другое. То есть с ними надо заниматься. И они это любят. Вот так каждый день вожак Елена и ее табун гуляют по селу. Друг друга понимают порой без слов. По жестам и взглядам. А еще к лошадкам приезжают гости. Не только покататься, а пообщаться, покормить, поухаживать. Приезжают. Я говорю, просто пройтись с лошадьми вот в таком состоянии. И то уже, да, как это так, лошадь рядом с тобой, как собака. Цены у меня нету, но отказываться я не отказываюсь. Есть желание помочь? Значит, есть. А цен у нас нет. У кого нет денег, значит, так катаем. Приехать к Герцогу, Маше и Заре не можно в любое время. Для этого нужно просто списаться с Еленой. Вконтакте она ведет группу. Шанс на понимание и любовь. Герцог. Да? Ты маму любишь? Не будет. Дарья Костин и Денис Железов. Телекомпания Барс.